ребят всем здорова сразу прощу прощения за плохое качество съемки снимаешь телефона сегодня в общем тема по поводу ручного управления идем сейчас значит южной части норвегии побережье да у нас гирокомпас как я до этого говорил не работает магнитный компас соответственно автомат толком не держит вот то что толком сейчас штормить нас начинает очень серьезно и поэтому вышибает только ставишь сразу вышибает с капитан тоже стоял на вахте на ручном я сейчас продолжаю значит два насоса включены соответственно до рулевку сам основной чтобы лучше службой с руля электронка смотрим как мы идем да немножко левее курса держу в общем в данном случае что вот будет вам видно я даже ориентирую сейчас больше не на картошку смотрю именно на береговые огни сейчас видите моргает до справа красный не так видно вот белый хорошо заметно мы ориентируемся и оставляем их ну где-то 5 градусов правее тем самым держим курс сносит нас влево все сейчас уже белые не моргает а нет вот моргнул и вот так и держим это намного проще потому что говорю магнитный у нас тоже у него очень большой разброс показывает постоянно разные курсы все из-за во-первых это из-за скачает еще поэтому он так вот дергается вот по поводу управления ничего сложного нету для начинающих до совет сразу даю если вы первый контракт проситесь на мостик порулить наручном желательно в штормовую погоду это самый лучший вариант научиться рулить часа четыре постоите раз два три все вы будете уже просто отлично рулить когда выйдете на ровном ровное море будет соответственно по речке вы сможете очень легко ехать но опять же это надо попробовать еще просто сравните вы поймете что разница что рулить в шторм или в стиле очень большая намного проще в стиле естественно вот по поводу вот смотрим да отклонение у нас идет пера руля смотрим то есть допустим штормовую погоду достаточно держать первое руля до отклонять там 10 градусов право 10 градусов левого держал бывает даже и 5 достаточно чаще всего приходится больше закладывать конечно чем сильнее шторм тем больше закладывать было так что рулили приходилось ложить по 25 градусов проблематично здесь как видите да я у меня почти диаметральной плоскости стоит первого руля ну что волна сейчас в нос это как большой плюс когда она идет уже чуть в борт тогда уже немножко проблематично вот опять же все с опытом приходит главная практика ничего кроме практики вам не поможет никакие тренажеры ничего только море и и каждое судно соответственно все зависит какой у него размер вот в грузу или не в грузу соответственно в грузу она немножко дольше соображает до тяжелое судно соответственно одерживать его тяжелее вот в балласте судно им управлять намного проще очень быстро она идет и останавливается быстро до держиваешь более поворотливая и каждому суду да надо привыкать даже если вы уже опыт у вас есть какой-то пришли на новое судно надо рулить там особенность по речкам где доходит там не знаю в южной америки вот где-нибудь работаете да неважно в европе тоже есть где в принципе пластмана любят чтобы вахтенный стоял на ручном здесь допустим еще пока по норвегии дании не было все на автомате заходим или там на ручном где-то переходит уже сам лосман матросов не ставят на руль на больших судах как правило всегда рулевой потому что лосману надо смотреть за обстановкой еще вокруг вот ему некогда отвлекаться именно еще дополнительно смотреть на курс там он только курсы говорит куда это самое сколько вырулить а вот такие моменты вот сейчас осень до начались шторма все сейчас вся осень пройдет вот так ну и соответственно зима будет постоянно штормить от этого никуда не денешься северное балтийское море всегда в это время не спокойны поэтому я желаю вам хорошей практики самое главное и спокойного моря желательно и 7 футов подкилим все ребят пока надеюсь моя информация была полезна зацениваем делимся со своими все пока